На это есть отчет ЦРУ Всегда этот показатель отображен в гороскопе Это настолько must have Это настолько мой обожаемый инструмент Господи То есть для этого не нужна астрология Этот цикл начинается уже сейчас И это включается в жизни всех людей У людей просто вскрывались все мистические ситхи Вот это есть, да, вот это бесконечное Войди вот здесь То есть если можно выйти, получается А он как раз на пересечении, смотри Первое, я хочу сказать, что год действительно будет очень-очень невероятный Потому что все те, кто очень хотел прийти к своим целям События начнут складываться так, чтобы люди начали к ним приходить То есть духовные должны и обязаны будут стать материальными То есть научиться сдерживать этот баланс А материальные должны будут стать духовными И вот этот год, он будет даже полтора, я бы сказала Потому что именно в ведической астрологии Этот цикл начинается уже сейчас С декабря И будет длиться полтора года То есть он захватывает, получается И двадцать четвертый, да, и как бы период больше Это когда две ключевые планеты Которые даже планетами не называются Не будем в это уходить Есть две такие очень важные точки в гороскопе каждого человека Называются раху и кету Это показатели Можно называть по-разному Можно очень долго и очень умно рассказывать на эту тему Да, я буду говорить кратко и понятно И максимально дилетантским языком Поэтому я уверена, что у тебя много астрологов Друзья мои Не продираемся к терминам Так вот, раху и кету Это две ключевые точки в гороскопе каждого человека Которые показывают Что наиболее ярко будет отображено в нашей жизни За счет чего? За счет того, что мы будем проживать Какие-то психологические процессы И получается, это как бы создает не гороскоп А гороскоп отражает Твою внутреннюю цикличность Которую ты проживаешь цикл за циклом То есть, условно, как у нас привыкли говорить Белая плоса, черная плоса Белая плоса, черная плоса Почему? Потому что действительно От рождения у нас есть некие циклы И действительно мы проходим какие-то этапы Где-то, где идет этап Допустим, в гороскопе Виден этап прекрасных отношений Да, там, романтических Которые зарождаются Логично, что после, вероятнее всего Будет цикл перехода на следующий уровень Где вы там будете жениться Детей рожать и прочее И оно вот часто очень Вот такими как раз такими циклами и идет Есть маленький вопрос А не настройка ли мозга это Про то, что есть белая плоса Есть черная плоса Это, конечно, настройка мозга Все-таки же можно как-то поменять Чтобы была белая Может быть, не такая белая Белая-белая и не такая белая Можно всегда белая Можно всегда белая, класс Типа, зачем выбирать между Но это уже, знаешь Первое, что я хочу сказать То, что я сейчас буду рассказывать Оно не из эго И не потому, что я такой Профессионал-астролог А потому, что это просто опыт Большое количество опыта Когда я проводила консультации Приходит человек Раз, два, три, четыре И я понимаю, что вот то, что я изучила В работе с клиентами Ну, как каждый профессионал Когда начинает инструмент променять Он понимает, что у инструмента Есть свои какие-то огрехи Или то, как тебя научили В этом есть какие-то огрехи И ты думаешь, блин, ну так же не должно быть И я тоже в один момент задалась вопросом Что, блин, астрология Именно ведическая Ей больше девяти тысяч лет Просто вдумайся Библии сколько? А ведическая астрология Больше девяти тысяч лет Библию сколько раз переписывали? Да, ну то есть Бутают мнения, что ее переписали Вообще там миллиарды раз просто И где изначальный источник Историю сколько раз переписывали? Ну, такой инструмент Как ведическая астрология Веды Дошли до нас Сквозь девять тысяч лет Срок жизни одного человека Семьдесят лет Ну, просто, чтобы сопоставить Девять тысяч лет Не потерялось То есть, значит, оно, первое Имеет вес какой-то Значит, в целом этому Почему-то можно доверять И в Индии преподают это в универах На уровне государства Дальше Если оно дошло Значит, оно действительно Нужно человечеству И явно оно не нужно человечеству Просто от логики Я тогда так подумала Чтобы говорить ему Что у него что-то не получится Чтобы ограничивать его Чтобы говорить ему Что тебе не дано Быти замуж У тебя внец безбрачия Тебе не должно Тебе не дано быть предпринимателем Если человек хочет А ко мне много клиентов приходило Которые говорили, что Ян, слушай, блин Я очень много лет Хочу заниматься бизнесом Вот прям реальный пример Приходит женщина Очень сильный лидер Который сломал сам себя За годы поверив Когда сходил к Астрологу Я думаю У меня многие коллеги Да, даже там Психологи И люди, которые просто Работают с другими людьми Поддержат Потому что я сто процентов уверена Что к ним тоже приходят Травмированные люди Другими Я открываю ее гороскоп И я вижу, что она просто Прирожденный лидер И что ей категорически нельзя Быть дома И греметь кастрюльками А ей предыдущий астролог Сказал, что надо греметь кастрюльками И что ей не светит Она в это поверила И Пять, что ли, лет Не шла И фишка в том, что Нельзя говорить даже человеку Как ему можно А как нельзя То есть я даже не говорю Как ему можно А как нельзя И я не говорю, что Вот тебе дано И ты иди делай Я со временем вообще пришла к тому Что я вижу гороскоп человека И я не говорю Вот тебе по гороскопу Вот так хорошо Тебе по гороскопу Вот так хорошо Я знаю, что каждый человек Знает свое предназначение сам Где его большие деньги Он знает сам Где его классные отношения Он все знает сам Потому что наше подсознание Работает так Это я уже поняла Изучая мозг И соответственно Когда То есть это родилось Когда я пошла изучать мозг Немножко ушла от астрологии И пошла в науку И Там я поняла Что есть у психологов Такой метод Прогрессивный гипноз То есть себя сейчас Можно ввести в гипноз И ты увидишь Свою точку Б Через пять лет Сама Ее предскажешь Я поняла То есть для этого Не нужна астрология По сути Типа да И Туда можно смотреть Для того Чтобы видеть Свои классные сценарии Но не пытаться Разглядеть Там ограничения Потому что Вот как раз таки Неужели за девять тысяч лет Инструмент Который до нас дошел Он призван В эту жизнь Для того Чтобы давать нам Ограничения Наверное Он призван Для того Чтобы нам помогать И первый Самый главный признак Того Куда тебе надо Это твой внутренний огонь То есть Приходить к астрологу И говорить Я хочу заниматься Бизнесом Мне можно Это Детская позиция И вот Она пришла Из детской позиции Ей умная Взрослая мама Сказала Нет тебе нельзя Она ей поверила И не пошла А самый главный Показатель Вот тут И всегда Этот показатель Отображен в гороскопе И его Сильный специалист Увидит Как ты думаешь Что именно Блокирует Вот это вот Чувствование Своего предназначения Своего дела жизни Куда мне идти Куда мне ехать Почему же Люди так часто Да я тоже В какое-то время Очень часто обращалась К астрологам К номерологам Скажите мне Кто же я Куда же мне идти Наверное Здесь буду ругать себя И об меня Каждый сам себя поругает Если захочет Ну условно Да Когда Я ждала Что Что-то в жизни Есть Думала И верила Что есть в жизни Что-то главнее Чем я Что есть в жизни Что-то Что определяет Мою жизнь То есть не я выстраиваю А что-то Что определяет То есть какой-то сценарий Предписанный Пока я так думала Я Постоянно Сверялась С астрологией Таро То есть это Настолько Мастхэв Это настолько Мой обожаемый инструмент Был в одно время Я всех Как фанатик Просто всем про него Рассказываю Если я сейчас Как фанатик Рассказываю всем Про программирование мозга Такая проснись Ты знаешь Как это работает У меня то же самое было С астрологией Потому что на тот Мой уровень сознания Детский Мне это так хорошо Заходило Представляешь Ты был всю жизнь Ребенком И не знал Что тебя ждет завтра Ну то есть ты и так Ты ждешь Я привыкла Что белая полоса Черная полоса Все так живут Да И я привыкла Что что-то плохо Но я В основном У меня была черная И я привыкла Что всегда черная И очень тяжело Жить в этой безызвестности Так больно Вот ты живешь И не знаешь Что тебя ждет завтра И когда в мою жизнь Вошла астрология Господи Я полгода Ходила всех Вот так вот за ручку Таскала к этому астрологу И говорила Иди ты посмотри Что она говорит И люди тоже В это влюблялись Потому что У тебя в один момент Неизвестность уходит У тебя хотя бы Какая-то известность Впереди появляется А почему У нас нету Этой Известности Любого на улице Поймай Спроси Твой план на 5 лет Где ты будешь Через 5 лет Он не знает Где он будет Через 5 лет Слушай С нашим миром Никто не знает Где мы будем Через 5 лет Ну серьезно Я тоже не знаю Где я буду Через 5 лет Но я по-хорошему Не знаю Где я буду Я точно знаю Что у меня все будет хорошо Я точно знаю Что у меня будут деньги Я точно знаю Что у меня будет Любимый дел Любимый мужчина Ла-ла-ла А раньше Это была другая история Я уверена Что у тебя тоже Такой был период Когда спроси где ты будешь через 5 лет, и у тебя внутри тревога просыпалась, что не знаю, что будет с деньгами, отношениями. Вот. Это разные, не знаю. Да, согласна. Но здесь же плюс еще какие-то мировые моменты, что будет происходить с миром. Все-таки на меня влияет то, что будет происходить с миром. Никто не подразумевал ни пандемию, ни действия, которые происходят сейчас, да? Да. Мы сейчас придем к миру. Оставь, пожалуйста, этот вопрос. Хорошо, хорошо. Остаю оставь. Потому что на кого-то влияет, на кого-то нет. Кто-то еще выигрывает в это время. И кто. Это тоже очень интересно. И получается, тот, кто просто спято... Еще раз, я обожаю астрологию, Таро и так далее. Но это, если... Сейчас. Тебя смотрит очень умная аудитория, которая уже века всего поизучала. И что они только не знают. И естественно, и про астрологию, и Таро, и нумерологию, они слышат не в первый раз. И приходит иногда у каждого из нас время перейти на следующий уровень сознания. И вот когда ты, скажем так, наигрался, то есть был слой сознания, где ты вообще не знал всех этих концепций. И для тебя это все было... Но ты же постоянно растешь, и ты открываешься новые и новые горизонты. Когда ты начинаешь духовно развиваться, там нет глубины. все глубже, 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 глубже. И вот более глубокий слой астрологии и Таро, я думала, где же эта глубина? Я изучала, как фанатик. То есть я обожаю эзотерику. И когда я шла в глубину этой эзотерики много лет, я пришла к науке. И ушла от эзотерики, объяснив большую часть эзотерики наукой, квантовой физикой и так далее. И я думаю, согласитесь со мной, кто дошел до этого момента. И в итоге я пришла к тому, что астрология и Таро нужны тогда, когда ты еще выше не поднялся сам по уровню своих интересов и не наизучался вот это все до такой степени, чтобы прийти к этим граням. Где ты в итоге уперся в науку, которая все это может объяснить на самом-то деле. Не все ученые, но могут. И есть серьезнейшие научные работы на этот счет. Это серьезнейший. Я сегодня, я там прям даже список подготовила, я зачитаю, потому что, опять же, у тебя умная аудитория, они по-любому побегут читать. Я расскажу, поделюсь им, потому что для меня это были такие интересные открытия. Получается, мы сегодня расскажем в целом, что ждет мир, потому что мы все равно живем в этом мире, и часть людей, большая часть людей подвластны этим программам. То есть астрология, вот эти концепции на нас леют, эгрегориальные, давай так их называть, они на нас леяют, как ни крути. И для тех, кто наигрался в детский сад, в то, что у кого есть, знаешь, вот этот внутренний протест, что нифига себе, мою судьбу кто-то предопределил, у меня где-то там что-то предписано, я не могу сам выбирать классный вариант, и мне может астролог просто сказать, что мне не дано заниматься предпринимательством, ну или по своей врачебной ошибке, или просто потому, что у меня там что-то... Это как? Или мне кто-то может сказать, что это плохой период, хотя не бывает, кстати, в астрологии плохих периодов. То есть если ты грамотный специалист с огромным опытом, ты уже сам за счет огромного опыта ты увидишь этот баг в системе, глюк в системе, и ты поймешь, что не бывает плохих периодов. Только если у тебя мало опыта, ты думаешь, что есть плохие и хорошие. Я проходила этот, просто потому, что проходила этап, понимая это. Мы можем сейчас про мир? Да. Ну вот что ждет мир в 2024 году? Можем ли мы что-то предугадать, предсказать? Ну и как бы на кого влияет, как ты сказала, на кого-то влияет, на кого-то нет? На кого влияет? Если коротко, на людей с детским сознанием, у которых отключено сознание Творца, что я могу сам влиять на свой любой сценарий. Об этом глубже потом. Какие тенденции будут в мире? Получается, промежуток длиной в полтора года, который начинается с начала декабря. Это когда, как раз таки, вот эти две ключевые планеты, Раху и Кету, переходят в другие знаки Зодиака. Там. И в гороскопе каждого человека эти две планеты определяют его предназначение, его прошлую жизнь, настоящую жизнь, его большую часть сформированного характера и навыков, которые притащил с собой в эту жизнь. И задачи, которые он должен реализовать в этой жизни, предназначение, которому он должен прийти, уроки, которые должен пройти. И получается, раз это ключевые планеты, в гороскопе каждого человека, когда они меняют свое положение, то в гороскопе человека глобально что-то меняется. То есть, в его жизни что-то меняется. То есть, если снова уходить к электромагнитному влиянию, в его внутренней структуре что-то меняется, то есть, в один момент что-то щелкает, и ты... Я приведу пример, чтобы было понятнее. На предыдущих этапах вы сможете отследить и, соответственно, уже поверить, что будет в этом году. Потому что просто на слово послушать астролога, это, конечно, все прекрасненько, но как бы тогда, если у тебя нет убежденности в этом прогнозе, ты пойдешь слушать еще пять. Но если прогноз не понравится, то пойдем еще слушать пять. Нет, а если еще нет веры, знаешь, что вот... А почему оно именно так? Потому что можно же... У тебя есть какой-то плохой прогноз, который про разрушение, скорее всего, он не понравится, и я пойду слушать когда-то еще. И так тоже может быть. Так вот, незадолго до того, как началась пандемия, Раху и Кету перешли в созвездие, Раху перешел в созвездие Близнеца, Кету перешел в созвездие Стрельца. Раху в знаке Близнеца Раху расширяет, Кету сужает. То есть расширять возможности, закрывать возможности. Такая концепция сразу пришла, я же Близнецы, пришел в меня. Опять же, условно. Или же он не то, чтобы сужает возможности, а еще, знаешь, какой-то внутренний будоражащий интерес вскрывает. Вскрывает невидимое, тайное, непроявленное. Так вот, Раху в знаке Близнеца увеличивала. Что? Перед этим периодом, перед пандемией, я говорила, что будет бум онлайн-образования, бум маркетинга, бум обучений. Тогда уже тенденция разворачивалась, но вот я видела Раху в Близнецах, и я понимала, что сейчас все поголовно туда побегут и бум влогинга. Все активно начнут проявляться. Случается пандемия, все побежали учиться толпой. И я говорила, что все побегут учиться духовности, йога, духовные практики. И я причем не говорила, что эзотерика, я именно говорила про духовность. Начнут просыпаться учителя, жрецы, и кто-то уйдет из просто работы и обучения тому, в чем он стал профессионалом. Как много людей в период пандемии начали обучать. Они признали в себе жрецов. И это как раз-таки Кету в знаке стрельца. Вот эта вот планета, которая вскрывает как бы твои таланты, твои стороны, которые ты в себе не видел, блокировал, она такая достаточно. Но это было перед пандемией, а сейчас такая же ситуация. И это как раз период пандемии был. И в пандемию это началось. Но что самое интересное, возможно ли было предсказать пандемию? Кто-то скажет, да. Я скажу, что если смотреть именно с научной точки зрения, то нет. Ни пандемию, ни военные действия, потом спецоперацию. Невозможно было предсказать. по планетам можно посмотреть, какие тенденции и какие настроения будут в обществе и в мире. Потому что это еще Юнг, психолог, когда все это изучал, он очень увлекался астрологией. И еще Юнг тогда на серьезных своих научных работах прописал ту концепцию, что планеты не могут предсказывать будущее. Они могут показать, то есть они получают своим электромагнитным полем, влияют на наше электромагнитное поле Земли и их энергия она как бы имеет под собой архетипы. То есть разные проявления личности, которые что-то более ярко влияют, а этот архетип есть в нас. То есть допустим, ярко включился Марс какой-нибудь. А у нас же есть у каждого воинственность внутренняя. Это происходит резонанс и у нас включается эта воинственность. И это как бы влияет на коллективное бессознательное. Вот так. А как уже по какому конкретному сценарию пойдет игра непонятно, потому что все равно во голове там стоят люди. А как уже человек будет проживать сценарий зависит от него, потому что он творец и он выбирает это каждый день. У нас такое право по праву рождения выбирать самостоятельно свой жизненный путь. То есть нам кажется, что все предопределено, а вообще-то если туда-назад копать, у нас право свободы выбора, и мы можем выбирать абсолютно любой жизненный путь. Даже если ты нищий, ты можешь стать вот этим принцем, просто потому что захотел. Несмотря на свой гороскоп. Несмотря. Потому что мой гороскоп предполагает нищету, потому что я родилась в нищете, а значит родительские сценарии преобладают. Нищету. Мой гороскоп предполагает то, что я должна быть в абьюзивных отношениях, я жила в них. Мой гороскоп предполагает то, что у меня должна быть ужасная убитая, ужаснейшая самооценка. У меня так и было. Прям ужасная. И ну именно поэтому я терпела абьюзивные отношения, где мне изменяли, где меня обзывали дурой, там били, ну короче, вся вот эта вот история. И я еще оплачивала весь этот банкет, потому что я много работала, 24 на 7. Мужчина не платил за жилье, а я готов, ну вот. Я потрясающе проживала свой гороскоп на низком уровне жизни. Соответственно, есть разные слои, какой слой ты выберешь. И если ты знаешь, что тебе можно выбирать, ты можешь выбрать самый лучший слой. То есть получается, там было вот эти полтора года. Следующие полтора года пропустим кету в Скорпионе, Раху в Тельце. Там у людей фокус на деньги начал включаться. Сильно. Это перед военными действиями? Да. Да. Следующие полтора года у людей начал включаться фокус на деньги. И я прям предсказывала, что сейчас все после духовности попрут глубже и начнут откапывать эзотерику. Сначала же человеку достаточно прийти в то, что есть какой-то в целом духовный мир, а потом он идет в глубину и докапывается до эзотерики, разрешает себе и заниматься. Ой, секундочку. Что это такое? Это она. Это ты мне, что ли? Да. Да ты что? Ой, спасибо большое. Это чудесные женщины присылают цветы. Спасибо. Это спасибо тебе за твою миссию. Ой, господи. Неприятно. Василий, цветы забирайте. Спасибо. Ой, вообще красота. Спасибо. Можно заканчивать. Так вот. Следующая. Начала у людей вскрываться интуиция очень сильно. и включился фокус на деньги. И тогда начали просыпаться первые, знаешь, люди, которые чувствовали всю жизнь, что они должны быть с деньгами, но что-то никак не могли их найти, и у них проснулся тогда аппетит. Где же, где же, где же мои деньги? И те прирожденные эзотерики, которые не вскрывали в себе никак эзотерику, вот тогда она вскрылась. И тогда как раз был бум, если кто-то помнит, пожалуйста, прям подтвердите. Был бум на эзотерику. Маги отовсюду полезли. Красные нитки на коробку. И следующий этап это как раз со своего полтора года, который мы только что проживали, и они заканчиваются. Так, но тоже важный момент, смотри. Это, получается, заканчивается, и перед каждым важным событием Раху и Кету переходят И вот сейчас мы снова в преддверии Раху и Кету в декабре. Да. То есть, если вот эти полтора года уже было что-то понятно, то теперь снова ничего не понятно. Ну, а примерно это же хоть что будет? Ну, примерно, да. А что? Ну, вот я сейчас скажу. А, про духовное материальное, что мы объединяем. Вот сейчас получается полтора года, которые мы только что жили, это тоже важно. Я говорила, что Раху перейдет в знаков, на Кету в знак весов. То есть, мы будем становиться более воинственными, более отстаивающими своими территорией. Тот, кто был, если уходить на уровень нас, людей, тот, кто был таким вот, начал видеть, что ему пора бы становиться более ярким, более проявленным, более лидером, что ему пора бы брать ответственность, что ему пора бы научиться достигать своих целей. И их жизнь вынуждала, знаешь, вот вся мякишей, жизнь вынуждала становиться не мякишими, а наоборот, те, кто был агрессор, и такой, я сам. Их жизнь вынуждала учиться выстраивать долгосрочные отношения, договариваться, быть мягкими, быть вот такими. И я скажу тебе так, что я была вот, у меня были, то есть, у меня была задача отстегнуть мои стальные, которые мне мешали. И меня вот эти полтора года очень сильно трансформировали в то, что я вот из вот такого перешла в то, что, ну да, уже, наверное, не актуально стальные. То есть, и в мире та же самая история. Мир учил в это время людей договариваться между собой и быть лидерами, но они просто пошли чуть-чуть, ну, но это мы уже не будем идти, да, почему так произошло? Да, 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 не будем. То есть сейчас мы что, учимся балансировать? Да, да, да. Кто-то, кто, допустим, не умел отстаивать свои территории, да, начал учиться отстаивать свои территории. А вот ты сказала, что вот этот вот период с СВУ, он заканчивается, то есть как бы закончится эта вся история? А это уже посмотрим в следующем выпуске. Ладно. Это посмотрим в следующем году. Это невозможно предсказать по одной простой причине, не потому что я плохой астролог, а потому что... Многовариативность? Да, и потому что каждый астролог, который... Есть астрологи, которые предсказывают какие-то события, но это астрологи с ясновидением, которые прикрываются звёздами и тем, что наука всё объяснила. То есть нету внутреннего разрешения сказать, я эзотерик, я вижу, а тут как бы звёзды сказали, а если что, ну, в расчётах ошибся. У многих такое есть. И когда занимаешься астрологией, у тебя правда как будто открывается какой-то канал ясновидения, когда долго занимаешься, правда какая-то информация спускается. И чем... А у кого тело более готово, у них и мозг менее включен, да, рациональный, у них больше ясновидения открыто, они могут считывать больше информации. Слушай, а вот если затрагивать такие моменты, как... Оно вот говорят, что на земле будут проблемы с водой, на земле уйдут бумажные деньги полностью, искусственный интеллект вступят в свои уже более такие права. Искусственный интеллект в ближайшие полтора года невероятно сильно будет развиваться, потому что раху переходит в знак рыб. Рыбы – это изучение глубинных структур мозга, в целом изучение мозга. Знак рыб – это про отшельничество, закрытость и посидеть дома. Тоже интересно поразмышлять, да, и про умение быть наедине с собой. Знак рыб – это про невероятную духовность, но уже не ту, которая была в знаке стрельца, а знаешь, когда ты изучаешь что-то, учителей ищешь, а когда вскрываются, вскрываются, знаешь, какие-то божественные законы внутри каждого человека, и все события в его жизни, материальные события делают так, чтобы в нем вскрылось понимание божественных законов. То есть больше людей сейчас начнут приходить к Богу, пытаться через науку, потому что, опять же, знак рыб – это наука, но которая уже на уровне, знаешь, нано, то есть туда прям суперпередовая, которая еще вот на грани с волшебством и необъяснимостью, да, как когда-то была квантовая физика, а сейчас она там набирает и так далее, и новые грани, в общем-то, в науке. И получается, вот это все сейчас будет развиваться, еще больше будет развиваться интернет. То есть какие-то такие вещи в эти полтора года будут открываться. А может ли нас искусственный интеллект поглотить? Не знаю. Не знаю. Ну, правда. Не знаю. Это невозможно сказать. Мне кажется, я могу сказать там для хайпа, да, и где-нибудь мы можем услышать, что кто-нибудь скажет, это ради громких заголовков. Но это не будет корректно, потому что откуда мы знаем? Чисто по одним прогнозам может, но по другим прогнозам не может вариативность событий, опять же. Окей. Ты знаешь, ты сказала про рыб, ну так, много всего, да, и я чувствую, что о простальные знаки зодиака, что же мы ничего не скажем? Это не знак зодиака. Дело именно в том, что Раху переходит в это созвездие. И это включается в жизни всех людей. Созвездие рыб получается, начинает активно работать в жизни каждого человека. А рыбы это вот про это. Рыбы это еще про альтруизм, доброту, вот про вот эту истинную, знаешь, духовность. Не на словах, не то, что ты знания получил и такой транслируешь, да, а истинную духовность, то, что вот скрывается изнутри. Когда Будда, он же сам все это познавал условно. Вот это, вот такой уже путь. Самопознание по-настоящему. То есть не обзнании других, а когда ты уже начинаешь ответы все черпать изнутри. А это что? А это истовидение. И значит, сейчас у огромного количества людей начнет вскрываться поток прямой от Абсолюта, ченнеллеров начнет еще больше становиться. То есть люди прям начнут включаться в этот поток. Будет просыпаться большое количество людей-миссионеров, которые, знаешь, осмелятся. Вот все, кто смотрит, мы рассказывали в предыдущем выпуске, что все, кто смотрит, это люди-касты жреца, потому что у тебя просто не может быть других на канале, раз они духовностью интересуются. Это люди-касты жрец, и начнут они просыпаться еще больше, потому что внутри что-то будет щелкать. и вот да, я владею этими знаниями, и знаешь, прям будет вынуждать, вынуждать, вынуждать жизнь, начать наконец-то эти знания, если они их не транслировали, транслировать, потому что знак рыб это масштаб на планету. То есть когда ты уже перестаешь держать в себе, у тебя включается какой-то невероятнейший альтруизм, и тебе хочется делиться с миром, отдавать миру. Ты к этому приходишь или в какие-то другие циклы, когда, допустим, у тебя с деньгами все хорошо, ты в них наигрался, вот у меня сейчас такая история, у меня в списке целей, вот такой огромный список целей, из них шесть материальных, остальные все для мира. А сколько у тебя? Ну, что там очень много. Ну, очень много, правда. А материальных из них осталось прям, потому что есть понимание, что и так себе материю купишь, а вот это все хочется. И сейчас у людей начнет включаться, что хочу делиться. И включится знак дев. То есть Раху перейдет в знак рыб и будет раскрывать это в людях, а Кету начнет развивать, а Кету начнет вскрывать то, что сидело и Что-то это такое, что-то ты неприятное показала. Ага. Это для тех, кто сопротивлялся. Это вот, знаешь, все духовные ребятки, которые вот деньги это зло, кто материальный, он недуховный, он бездуховный. Их мир начнет учить, что вы не правы. И кто говорит из эго, что деньги это зло, их начнет мир учить. То есть если эго высокое, а период на трансформации всего полтора года, то начнет эго вот так. У кого эго не сильно высокое, помягче. Ну всегда, когда мы вовремя сразу понимаем в первый раз, у нас жизненные события достаточно легко складываются. То есть если ты научаешься через самоосознание наблюдать за своими жизненными сценариями, то что-то происходит, ты понимаешь, что идет какой-то жизненный сценарий не так. Ну просто какая-то полоса началась, и ты думаешь, блин, что такое? Почему? И просто какое-то событие произошло, и ты такой, что это? Так не должно быть. И ты думаешь, так, а почему это произошло? Начинаешь рефлексировать, если говорить на психологическом. И ты тогда можешь докопаться, почему произошло это событие. И получается, девы, этот знак в целом про деньги, материю, медицину, помощь людям, служение, карьерную лестницу, лечение, эко, экология, все вот это экологичное, наука, и вся материальная система, ну то есть вся финансовая система мировая. Это знак дев. Так, и что, есть какие-то шаги, например, что сделать? И смотри, получается, будет активно включено две противоположные зоны. Максимальнейшая духовность, какая только может быть включена, и максимальная практичность, потому что девы, это такие, если прям брать классических дев, это прям семь раз отмерь один, отрежь, рассчитай, порядок на виде структуры системы, а рыбы, это просто они в мечтах, у них вообще никакой структуры системы, ничего. И два противоположных человека. Раху и Кету всегда призывают нас балансировать. Вот что там включилось, полюса, балансируй, следующие полюса, балансируй, была воинственность, полтора года, и дипломатичность, балансируй. И нас постоянно учат, знаешь, сходиться в точку ноль условно, чтобы тебя не перекашивало. И таким образом наш мир, наша система держит нас, знаешь, постоянно в развитии, да, и ведет к счастью, гармонии и так далее. Если ты не сопротивляешься, как бы все это подстраиваешься в хорошем смысле. И получается, что сейчас вот всех этих отлетевших, балансируй, деньги давай, что такое деньги? А за счет чего могут балансировать? То есть это прям жесткая какая-то балансировка будет? Нет, у всех по-разному. Все зависит от того, насколько ты быстро понимаешь, что происходит в твоей жизни. То есть происходит какой-то урок, какое-то событие, которое тебе не нравится. Так, что сейчас произошло? Почему оно произошло? Как мне сделать так, чтобы это больше не происходило, если мне не нравится? То есть это важный вопрос, который сразу надо задавать. Не просто козел, вот он плохой, да, мне не нравится, я на него обиделась. Детский сад. Что ты такое сделала, что он так себя повел с тобой? Даже если женщине изменили, она виновата, что ее изменили. Тогда заявление сейчас было. Что ты такое сделала, что тебе твой мужчина изменяет? Где ты так сама себя предала или не ценила, что твой мужчина вообще подумал, что лучше тебя может кто-то быть? И так далее. Сейчас ух там, но и это я уже говорю тоже со стороны опыта, потому что мне изменяли те абьюзивные отношения. Здравствуйте. Ну это мы возвращаемся к самоценности, когда у женщины нет этой самооценки. Ну да. И получается всех суперматериальных, закоренелых, которые вообще не признавали вот все это время, пока Кету, когда пандемия была, говорили просыпайся, иди в духовность. И вот он не пошел. Когда Кету в Скорпион перешел в следующие полтора года, просыпайся, иди, он тоже не перешел. Вот сейчас уже будет через, прям знаешь, боль. Через отрывание, да, уже материи. Вот так. Но это не понимающих. Это не вас. Это не вас. Потому что вы-то не в материи, вы в духовности. Вас будет наоборот в материю вести. То есть у вас прогноз хороший, можно на этом заканчивать. Вы станете богаче. Как угодно. Но опять-таки, если предпринять правильные шаги, если человек будет просто сидеть. Конечно. Жизнь будет, то есть его жизнь, психика. Я же говорю, это цикличность. Соответственно, сейчас внутренняя психика каждого уже, она смотрелась, как все вокруг что-то богатели, что-то проявлялись, о себе, миру заявляли. Больше же таких примеров. И, соответственно, психика на все это смотрела. И сейчас следующий цикл у психики на полтора года. Коллективный. И вот у нас, что пора бы и мне тоже иметь деньги. И это мозг наш нас будет толкать в наше желание подсознательное. В наше желание. У тебя целый большой список желаний. Ты знаешь, чего ты хочешь. Сейчас мы там в декабре будем простраивать, как мы видим, свой год. На самом деле, это можно делать не только в декабре, но и каждый месяц, если вам нравится каждую неделю, да хоть каждый день, простраивать, как я хочу видеть свою жизнь. Просто проблема в том, что какие-то люди не знают, как они хотят видеть свою жизнь. Какие-то банальные вещи смотрят у других людей, я тоже так хочу, а что я хочу по-настоящему, не очень-то и понятно, как это понять, как выстроить свои хотелки. Как выстроить свои хотелки. Давай так, почему они не знают, что они хотят? Потому что, когда был маленький, родители сами решали, что ты наденешь, что ты будешь есть и так далее. Ты привык. Два. Атрофирована хотелка. Хотелка может атрофироваться со временем. Даже если родители могли все разрешать, многие женщины потом приходят в семью, и они хотелки семьи ставят первыми, а спустя, когда дети вырастают, она такая, а я что на завтрак люблю? Вот они теряют себя в этом еще. Дальше. Многие привыкли вот к этой концепции с милым райшалошей, они привыкли жертвовать. И рьяно защищают эту концепцию, и соответственно, чтобы их не назвали меркантильными сумками. Потому что это же обидно и больно, да, сказать, что да, я меркантильный, я хочу денег, я хочу классно жить, это обидно и больно. Потому что будут называть себя плохой, хотя бы от чего плохого, жить в комфорте и роскоши, да, и быть духовным в этом. А почему называется? Это меркантильность только, да, непонятно? Да. А даже, и кто сказал, что слово меркантильное это плохое? Я, например, меркантильная. Ну, то есть, меркантильность, это когда мы делаем что-то за деньги? Да. И, типа, я могу продавать свои услуги за деньги? Да, да. Но в это время я, например, очень помогающая, очень отдающая, очень дарящая, очень щедрая, в это же время, очень благодарная миру. И я считаю, что это одно из правил, благодаря которому ты можешь получать большие деньги. Я люблю благодарить людей за то, что они мне дают. И... Но в то же время я меркантильная, и я люблю деньги. И это тоже баланс. Вот, кстати, мне кажется, даже такое проверочное, знаешь, практика сказать «Я люблю деньги». Мне кажется, что даже не у всех там ровно будет при этой фразе. «Я люблю деньги». Оно такое, как бы, я люблю деньги, но как бы, ой. Или «Я люблю деньги». Да, да, да. Сейчас вот ты как-то заговоришь. Слушай, а у меня... Просто был интересный момент. Писала интервью со спикером, с Катей Кладко, и она меня перед интервью спросила, «А ты любишь деньги?» Я такая, «Ну, вообще-то да». И почувствовала, что мне как-то даже неудобно, что я люблю деньги. Я потом думаю, ну, в принципе, а почему нет? Ну, вот она же любит деньги, и вот ты любишь деньги. И любить деньги – это не страшно. И как бы, да, я потом себе, сама себе психотерапию провела, что вообще-то я люблю деньги, и я люблю всё. Да. Да. У меня тоже была такая психотерапия, я долго боялась, я прям помню, что я в один момент просто выложила рилс и сказала, «Блин, надо говорить самим себе, что я люблю деньги. Я обожаю деньги. Спасибо, что они есть. Мне так с ними хорошо. Они не делают меня счастливой, но они мне дают очень комфортную, свободную жизнь, комфорт просто, что можно не… Ну, короче. Ну, да. Вот. Так, и ещё раз, да, про деву. И получается, если у нас баланс между материальным и духовным, то все, ну, то есть, медицина будет идти в сторону середины, да, медицина, наука и так далее начнёт вот сюда двигаться, то есть, они начнут, видишь, приближаться, чтобы съедить. И получается, медицина, наука будут открывать новые какие-то грани, которые раньше казались фантастичными. Искусственный интеллект, да, начнёт двигаться ближе к материи. Ну, и вот эта вот вся история, она начнёт как бы в одну. И поэтому нас мир просто заставит всё это сделать, просто заставит быть богатыми. и лучше, если ты начинаешь к этому готовиться заранее, то есть, ты не ждёшь, когда тебя вынуждает, а ты такой, так, окей, что я сегодня хочу? Где я давно придаю свои какие-то желания, да, как я могу потихонечку начать вот идти? Деньги для меня станут актуальны, если я духовен? Хорошо. Как мне сейчас посмотреть в сторону денег, как мне их начать изучать? Потому что, опять же, знак девы это про изучение, да, а девы про систему, а деньги это система. И нам просто не рассказали, что у денег тоже есть правила, а у денег есть очень чёткие правила, вот такие, система вот такая. И она, между прочим, духовная. То есть, слушай, а можно, ну, там, пару-тройку правил денег? Деньги это, согласна ли ты, что деньги это средство управления материи? Да. Единственное. Самое простое, я бы сказала, да, самое такое, ходовое. Средство управления материей. Хорошо. Материя, это наши, получается, жизненные события, да? И очень легко сформировать какие-то жизненные события, если у тебя есть. Деньги. Чем их проплатить, да? То есть, можно притягивать, а можно просто проплатить. То есть, можно удачей притянуть, а можно проплатить. И куда проще, порой, просто вот так сделать, да? Так вот, получается, тогда нам нужны не правила денег. Сначала. Потому что правила денег, это, конечно, очень хорошо, но это уже более глубокая тема, мы не успеем просто. Тогда нужно хотя бы понимать, что можно формировать жизненные сценарии как-то. И опять же, это все квантовая физика. И есть правила формирования жизненных сценариев. То есть, смотри, можно проплачивать деньгами, да? А можно сформировать себе такой сценарий, чтобы у тебя было много денег, чтобы ты проплачивал. Тогда лучше не правило денег, да? А как? Вот так. Да. Поэтому давай лучше сходим в правила, дающие доступ к управлению вот этим вот пространством. ты хороший коуч. Ну, то есть, ты мне как бы свою версию выдаешь, что это моя версия. Гениально вообще, гениально. Да. Давай дальше. Нет, я просто пытаюсь привести нас к общему знаменателю. Потому что деньги же, они нужны на что-то, да? Просто так они нафиг не нужны. Ну, лежат они. Они тебе нужны на формирование твоей жизни. Тогда лучше сразу посмотреть, а как ты можешь формировать свою жизнь. Да, давай. Вот. Получается, смотри, согласна ли ты, что нашу жизнь, я себе здесь написала, чтобы держаться в структуру, потому что, видите, меня уносит. Согласна ли ты, что твою внутреннюю, что твою жизнь может формировать та твоя часть внутри, которая не согласна со сценарием, который ей не нравится? Ну, да. И та твоя часть, которая готова что-то предпринять, чтобы исправить сценарий, который не нравится и привести к тому, который нравится. Да. То есть внутренний предприниматель. Да. Раз. Развивать внутреннего предпринимателя. Развитие внутреннего. Да. То есть человек, который делает. Делатель. Делалка какая-то внутренняя делалка. Вместо страха включенная делалка. Раз. Дальше. Внутренний эгоист. У-у-у. Сейчас все, да? У всех вот альтруистов включится. Я тоже альтруист. И я больше альтруист, чем эгоист. Но я еще и эгоист. В отношениях, например, я ставлю первой себя. Потому что если партнер видит, что ты первая, тогда ты тоже для него первая. Среди всех остальных. Ну, это тоже уже отдельная тема. Ну, так вот. Этот внутренний эгоист. Только этот внутренний эгоист может сказать, что он готов действовать из любви к себе. То есть только внутренний эгоист не соглашается на то, что ему не нравится. Он так себя любит, что он говорит, «Да я вообще не согласна, что мне было больно». А тот, кто не эгоист, он такой, «Ну, как-то я потерплю». Да? Тогда, значит, внутренний эгоист должен быть. Дальше. Внутренний огонь. А внутренний огонь – это огонь... Жизнь. Да. Это уже любовь не к себе, а любовь к миру и к людям. Внутренний огонь, которым ты готов делиться. Что-то, что заряжает тебя, драйвит. Ты готов просто на это тратить всё время своей жизни. Но ты в какой-то момент, как вот все умные люди, которые смотрят этот канал, постоянно изучают эту духовность, тебе хочется в какой-то момент этой информации с кем-то делиться. То есть этот внутренний огонь, то, что та инфа, которая тебя супер зажигает, тебя аж трясёт, её надо отдавать из любви к миру предназначение. То есть следующее правило – это внутренний огонь. Третье – это внутренний взрослый. Внутренний взрослый – это тот, кто как раз-таки понимает, что внутренний взрослый – это тот, кто не жалуется на жизнь, не считает, что все плохие. Тот, кто, если его что-то не устраивает, так как есть все предыдущие пункты, уже взрослый за счёт предыдущих пунктов явно формируется. Эгоист может быть ребёнком, но, допустим, и эгоист, и предприниматель, и альтруист для мира отдавать – это уже такая как бы формируется более-менее целостность. И вот мы уже более-менее приходим к взрослости, получается. Взрослый, который во всё это и альтруистично наигрался, и так далее, у него уже складывается понимание, что я должен за вот эти все свои штуки ещё и деньги получать. Вот за этот свой альтруизм там и получать деньги. Он может принять решение иметь эти деньги. Не ждать, что кто-то поможет, не ждать, что сценарий изменится, гороскопчик поможет, период придёт, а принять решение, что он сам может в любой момент своей жизни. Это как некий внутренний творец. Вернее, нет, это прям отмена твореца, взрослый. И пятый пазл – это самый важный пазл, который объединяет все предыдущие, это как раз-таки уже творец. Потому что понятно, что если мы соединяем всё вот это предыдущее, это уже человек как раз-таки творец. То есть человек, который и в мир что-то создаёт, и в своей жизни что-то создаёт, из своего эгоизма, из любви к себе, он может что-то предпринять, то есть не будет соглашаться на плохие сценарии. И он достаточно взрослый, чтобы принять решение иметь деньги, принять решение иметь классные отношения, принять решение уйти из плохих отношений, потому что только детишки боятся, мало ли уйду с нелюбимой работой и не справлюсь, не справиться может только ребёнок взрослый. Есть, конечно, ещё грань. Кто-то заигрался во взрослого. Тоже есть такая история. Но, то есть вот если эти все фигуры, скажем так, внутренние, они есть, они в балансе, всё. Получается, когда у тебя всё это есть, у тебя внутри стержень такой формируется, ты понимаешь, что ты на жизнь свою сам можешь влиять. Это как раз-таки тот внутренний творец, которого ты помогаешь раскрывать людям через твои мастер-классы. Друзья, для тех, кто готов раскрыть в себе внутреннего творца, создать себе ту жизнь, которую вы хотите, внизу под видео мы оставляем ссылочку на мастер-класс, который длится три дня, совершенно безоплатно. Ведёт Яна. Яночка, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть поподробнее про эти три дня. Там как раз-таки будет система не как всё вот это по отдельности собирать, а как сразу зайти в пятый пункт и врубить все остальные субличности, вот эти и внутреннего предпринимателя, и внутреннюю влюблённость в себя, да, и предназначение найти. Без предназначения невозможно классная жизнь, счастливая, с деньгами. Как включить вот эту опору на себя, что мне не нужны вот астрологи, торологи, номерологи, в хорошем смысле я могу сам формировать любой сценарий своей жизни. Всё это кроется, получается, опять же, в мозге, всегда по классике. То есть научившись влиять, да, на сознание и подсознание, ты можешь выстраивать эти сценарии. Получается, в первый день мы будем разбираться со страхами. Какая зона мозга блокирует страхи, и как это отключить? Вот эти все блоки ограничения по деньгам, по отношениям, установки какие-то. Тоже как отключить вот так, перепрошить? Какие зоны мозга? Второй день. Уже про творца. Есть зона мозга, отвечающая за творца, за большие деньги. Она деактивирована у 90% людей. Потому что системе невыгодно, чтобы мы были творцами. Ну, конечно. Но не могут быть все богатые, это объективно так. Ну, правда. Друзья, мы в предыдущем интервью подробно раскрывали эту тему с Яной, поэтому, кому интересно, мы также оставим ссылочку под видео, чтобы вы ознакомились с полным спектром. Не могут быть объективно богатыми все. Вот сейчас услышали информацию, да, часть людей. И часть не поверит, что они могут стать богатыми, они не пойдут на этот мастер-класс. Все, фильтр прошел. Система сделала заранее так, чтобы они даже и не верили, что они могут стать богатыми. И это некий фильтр, который отсеивает как раз бедных и богатых. Пока что текущая система может работать только, когда вот все разделены на касты. Мы идем туда вот этими циклами по полтора года. Идем, но вот чем быстрее мы все включимся, да, то есть нам кажется, что нами управляют, но мы тоже можем. Мы же тоже масса. То есть там маленькая кучка, у нас большая кучка. Если вот эта вся кучка перестанет в один момент сомневаться и пойдет, то эта кучка будет преобладающей, да, то есть резко возрастет коллективное сознание, резко у людей и духовность вырастет, и деньги наконец-то вырастут, количество путешествий. То есть вот все вот это. То есть в один момент надо просто сказать, окей, я что теряю, я ничего не теряю. Даже хотя бы та часть, которая смотрит, например, сейчас нас, люди, которые уже интересуются, даже если хотя бы эта часть, этот пласт. У них должны быть деньги, потому что если они занимаются духовностью, значит, они жрецы, в прошлом интервью говорили, и значит, у них обязаны быть деньги огромные, как воздух, просто они не знали об этом, поэтому у них их не было. И получается, третий день как раз-таки будет для предпринимателей, потому что предприниматели очень тяжело многие зарабатывают, а так как я предприниматель, мне есть чем легко поделиться, как не быть рабом системы своей, которую ты сам создал, а по 4 часа в неделю работаю, делать от 10 миллионов в месяц чисто на себя. Потому что я тоже рассказывала, в прошлом месяце сделала 30 миллионов, и я такая, вау, а я же вообще практически ничего не делала. Это тоже через то, что ты спрограммировала свой мозг таким образом. Да. И как раз про программирование, приходите на мастер-класс, внизу под видео ссылочку. для моих клиентов, а для вас будет часть мест бесплатной. То есть, если вы сейчас переходите по ссылке, вам не вылазит огромный баннер, что мест нет больше, значит, вы еще пока успели, и значит, я вас очень рада видеть. Значит, скоро увидимся, и приходите на все три дня, потому что предприниматель, последний день, да, про предпринимателя, он еще и для тех, кто очень скоро начнет наконец-то транслировать свои знания, а когда ты уже начинаешь транслировать свои знания, да, то есть ты учитель, то есть, а учитель, как правило, это уже тот, который более-менее уходит на себя, да, фрилансера. Фрилансер – это уже человек, который начинает что-то предпринимать. Там следующая ступень – обязательно предпринимательство. Ну, то есть, ты в масштаб все равно же идешь. Вот. Поэтому я вас приглашаю, приходите, если хочется, больших денег и высокого уровня счастья, которые ты можешь запрограммировать сам. Тем более, что это неизбежно в 2024 году. Так вот, а за счет чего, да, почему вообще? Я говорила, что я скажу, какие-то ключевые штуки, за счет которых, ну, вы сможете проверить, скажем так, какую-то информацию такую, почитать интересную. То есть, что подтверждает, что мы действительно можем программировать сценарии свои? Во-первых, как происходит управление, да, программирование? Оно, надо чуть-чуть научным языком сказать, заумным. Так и быть. Сейчас медленно. Оно происходит за счет нашего резонанса с средой элементарных частиц, которые нас окружают. На квантовом физике, да? Типа на квантово-физическом. За счет резонанса со средой элементарных частиц эта среда имеет разум. И именно эта среда создает всю материальную реальность. Потому что есть исследования, которые... Я думаю, вы подтвердите это тоже в комментариях. И спасибо вам за это. Потому что будут сейчас писать, о, что ты говоришь. А часть из вас это точно знает. 99% мира состоит из одной и той же энергии. 99% мира. Ты и я на 99% состоим из одного и того же. До этого докопались ученые. И есть такое интересное мнение. Вот эту тему про то, что мы состоим на 99% из одинаковой энергии. То есть вот если взять тебя и меня, увеличить молекулка туда-туда-туда, электрончик внутри, останется в ядре энергия. Она будет у тебя и у меня абсолютно одинаковая. Получается, что мы, идя до ядра, пытаемся увидеть материю, а там энергия. И все-таки мне казалось каким-то вот таким, несмотря на то, что я исследования на эту тему смотрела. И тут я наткнулась на рассекреченный документ ЦРУ. Я не могу. У меня просто эта женщина ассоциироваться с Барби. Ну, то есть внешность Барби там, а там столько умного. Так. ЦРУ. Господи. Я наткнулась на рассекреченный документ ЦРУ. Изначально это был опыт, когда они, ну, то есть там был специальный агент, которого отправили, ля-ля-ля, и вот у этого агента была задача потом описать, ну, что ж там, как дела-то, расскажи, да, составь отчет. И этот эксперимент, можете прям погуглить, это сейчас я вам скажу, я специально записала. У меня с датами туго, я только этими могу фактами, а с датами очень плохо. С датами фамилии, но чтобы вы прям могли поискать, его можно найти в интернете. 9 июня 83-й год. То есть этот документ от 83-го года. Называется он опыт шлюза. Там пытались посмотреть, а что же будет, если синхронизировать два полушария. Если они будут работать синхронично, потому что они же у нас. И в итоге, в результате этих исследований, там очень интересно, во-первых, само исследование про эти полушария, что же получается, потому что у человеков просто открываются их способности, ну, там, я в итоге, там, этим занималась институт Монро в Америке, и у людей просто вскрывались их все мистические ситхи, ну, свои способности. Правое и левое полушария вместе работали. Да, да. И как бы следующим этапом, до чего он еще докопался, и вот в этом отчете он писал своим военным начальникам, что оказывается, мы все это, и я кратко, абсолют бог, который познает сам себя в разных проявлениях, и его задача, то есть он сначала включил инволюцию, ну, то есть, скажем так, распался, деградировал, а сейчас его задача прийти к эволюции, тем самым как бы познать абсолютно. Ну, это типа, что богу было скучно, он решил поиграть, расщепился, и вот он познает себя через разную, да, то есть в мире эзотерики там, да, ну, ты сама знаешь, но это то же самое, то же самое, что и в научных... Я, кстати, не знаю про то, что богу было скучно, он расщепился. Ну, это так говорят, да, что расщепился на нас, и вот познает и в горе, и в радости, и вот мы так можем играть, и вот так вот, и ему и так, и так классно. Да, и получается, что на это есть отчет ЦРУ, и это все действительно доказано, что как бы мы это... Вот как бы я это бог. Вот, и это как раз-таки вот к этой теории про квантовую физику, видишь, они же, получается, что мы на 99% состоим из одной энергии, ля-ля-ля, и, в общем, почитайте этот отчет. И что читать, ты его уже рассказала уже. Ну, интересно. Дальше есть, опять же, про то, что можно управлять, да, и получается, этот бог как бы может управлять. Ну, ладно, если уйти от бога, если не уходить так глубоко, просто посмотреть на то, что нас реально окружает среда элементарных частиц, и даже убрать то, что у нее есть какой-то разум, да. Мы, вступая в резонанс с этой средой энергетически, потому что мы постоянно излучаем какое-то волновое воздействие, да, во внешнюю среду. Есть доказанная история, что сначала, в общем-то, изучали-изучали мозг и докопались до того, что нифига нет у него никакого электромагнитного излучения, ничего там не работает. А более поздние исследования доказали, что есть у мозга излучение электромагнитных волн, и даже рассчитали длину этой волны, и эта волна там 1,8, 2,1 миллиметра. Представляешь? Я хочу вот это вот все объединить к тому, что как мы можем формировать. Сейчас мы как раз-таки и туда идем. И получается, что ты, соединяясь с внешней средой, потому что у всего есть электромагнитный фон, да, у всего есть какая-то там вот эта энергия, ты как бы резонируя с этой средой определенным образом можешь влиять на события. И если у тебя один частотный резонанс, то есть если ты думаешь одни мысли, а каждая мысль имеет свою электромагнитную частоту, если ты думаешь одни мысли, ты резонируешь с пространством одним образом на электромагнитный фон. Если думаешь условно другие мысли. Ну типа плохие мысли. Ну типа да, ты включаешь другие сценарии, но ты не можешь думать неплохие мысли, потому что тебя изначально система погрузила в те условия, где твое сознание думает, что миллион это много, что предрасположенность на всякий случай, на тебе гороскоп, что ты думала, что твоя жизнь выстроена. И ты такая как бы по системочке идешь, потому что очень просто управлять стадом, а творцы, они что-то там лично. И получается единственное наше, а и в итоге к чему мы приходим, что мысль создает материю, ну потому что мысль, потом действие, потом материя, ты идешь воплощать, но материя, в которой ты растешь, живешь, с кем ты общаешься, где ты рос, формирует твою мысль. Да. И получается вот эта хреновня. Система, у которой нет ни начала, ни конца, и сложная задача, которая не решается. Мысль формирует материю, материя формирует мысль, ты думаешь, вау, и что делать? Есть вход. Вход. Ну, тут. Вход тут. Ну, или тут. Нет, ну то есть вот это есть, да, вот эта бесконечность. Войди вот здесь. То есть если можно выйти, получается. Да, он прекрасно пересечений, смотри. Мысль формирует действие и формирует материю, да. Ты подумал, потом действие. Действуешь ты благодаря тому, что мозг отдал какой-то сигнал, какой-то импульс. Правильно? Получается, войди вот здесь как раз-таки. Научишь влиять на свои действия. Ну, соответственно, влияя на свои мысли еще, я, значит, на материю. Влиять на свои действия можно через мозг. То есть, ну, на мысли, да, потому что мысли действия запускают. Получается, наша задача научиться влиять на мысли самостоятельно. И тогда они будут определять действие и материю. И тогда ты перестанешь считать себя неуверенным, будешь более уверенным, будешь совершать более яркие действия, и, наконец, сможешь, допустим, открыть бизнес, если ты хочешь. Или уйти из нелюбимых отношений, которые ты не хочешь, или уйти из нелюбимой работы, которые ты не хочешь. И вот этот цикл запустился, как ты его хочешь. Есть ли какой-то шаг, два шага, три шага? Как выйти из этого круговорота? Ну, вот как раз-таки то, что я перечисляла. Просто, знаешь, когда очень много информации и все в инсайтах, кажется, что вот мы что-то прошли. То, что я перечисляла, включить внутреннего предпринимателя, это субличность. То есть, опять, мысли, да? Тебе прям нравится это, я смотрю. Опять мысли. Включить внутреннего предпринимателя, которому не страшно действовать. Включить внутреннего эгоиста. Включить внутренний огонь. Предназначение найти его. Следующее, это включить внутреннего взрослого, который знает, что он сам, что у него вообще все всегда получится, чтобы не случилось в его жизни. Ему не страшно действовать. И тогда еще и включить внутреннего творца. И это как раз-таки можно сделать, зайдя, вот как я сказала, тут, научившись влиять на психику. И тогда над тобой не властен никакой гороскоп, никакая родовая система, никакая родовая карма. Потому что родовая карма – это наезженные качели. Да? Гороскоп, наезженные качели. И вот. Хорошо. Для того, чтобы это все включить, у человека должно быть желание, перемен и желание. Ну, он должен понимать, что у него есть какие-то желания. И тут мы возвращаемся к... Ну, ладно. Оно должно быть, иначе зачем мы все записываем? Нет, я к тому, что у человека должны быть какие-то желания. Вот, например, как есть у тебя список желаний, да? Если у человека не очень понимает, чего же он хочет. С чего начать желать. Опять возвращаемся там, да? Ты сказала, что, значит, в детстве там может быть что-то еще. Во-первых, смотри, каждый знает свои хотя бы элементарные желания. Он точно знает, что хочет жить лучше в этом, в этом, в этом. То есть он, может быть, не знает каких-то конкретных целей, к которым он должен прийти через 5 лет, да? А многие не знают. А как лучше? Лучше прописывать материальные себе цели? Или лучше не надо? Сейчас. Но он хотя бы знает, что он точно хочет жить лучше вот в этом, в этом, в этом, в этом. То есть есть отношения, не устраивает, хочу лучше. Есть вот это, устраивает, но хотел бы еще лучше, да? Какие-то базовые штуки все равно есть. Если, конечно, говорить вот о таком списке целей, да? Кого-то сажаешь, он не может написать. На это есть причина. Почему он не может это написать? Там в детстве родители атрофировали, или потом сам атрофировал, да? Когда в семью все желания семьи только считывал, он свои забил. Ну и так далее. Как это в себе включить? Вот эти вот желания, хотелки, да? Внутренний огонь тот же самый. Желание действовать? Желание действовать. Должно быть у человека вот это вот. Потому что люди любят, на самом деле, закапываться в проблемах. Это приятно, как бы это странно ни звучало. Людям нравится изучать эти проблемы. И когда проблемы исчезают, как будто бы исчезает и смысл жизни исчезает. Да. Это интересный момент, потому что нету глобальной цели, понимаешь? То есть ты такой, а что делать? Психика просто не знает, да? Тут она что-то делала, что-то решала, какие-то задачки у нее были. Мозг любит задачки, поэтому задача самому поставить себе задачку. А ты сам себе можешь поставить задачку, когда опять мы упираемся в этот список. Я никуда от него не уйду, хоть убей. Опять мы упираемся в предназначение. Если ты знаешь свое любимое дело, ты тогда дошел до определенного момента, преисполнился в своем познании, изучил свою сферу деятельности до какого-то уровня, ты такой, вау, так я могу это миру передавать, да? А ты начинаешь это в работе с клиентами, ты такой, да что ж я по одному-то им передаю? Каждый учитель приходит потом к тому, что хочется более масштабно. И ты такой, вау, и миссионером уже стал. А вы все миссионеры. Вот. Это просто эволюционный путь. Опять, да? Опять включи внутреннего предпринимателя, внутреннего эгоиста, найди предназначение, включи внутреннего взрослого, чтобы у тебя были деньги, были классные отношения. Только взрослый может создать. Ребенок никогда не построит классные отношения. Потому что тогда женщина будет уходить в другие роли. Она будет уходить в роль ребенка. Она будет обижаться. Или она будет уходить в роль мамы для мужа. Или она будет уходить в роль братана. Подкалывать его там, знаешь. А только внутренний взрослый, то есть женщина-королева. Только она сможет выстроить отношения с мужчинами, чтобы он смотрел, думал, вау, блин, ты самая лучшая. И получается, если подытожить весь наш сегодняшний разговор, мы в 2024 году, даже чуть больше, это период на то, чтобы мы смогли совместить духовное и материальное, на то, чтобы мы начали проявляться, если мы не проявлялись. Для того, чтобы мы обязательно освоили материю, если мы были духовными. Обязательно изучили деньги, систему денег. Обязательно начали изучать, как вообще выстраиваются жизни, событийные сценарии, как на них влиять. То есть, как я сказала, всех духовных начнет обращать в материю и говорить, иди изучай. То есть становись взрослым, потому что просто улетает духовность, это детский садик, ты как бы уходишь от реальности, потому что мы живем в материальном мире. Нам придется его познавать. То есть приходить к этому балансу. Душа же пришла развиваться. Поэтому когда ты такой, нет, 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 нет денег только у плохих ребят, да. Ну иди. А вот этих вот, кто только в деньгах, давай становись более высокоморальным. Давай, 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 ты тоже там нужен. Вот. Да, и я так думаю, что ты и тех, и тех ждешь у себя на мастер-классе. То есть к тебе могут прийти как с одной стороны, так и с другой стороны. Потому что невозможно прийти к огромным деньгам, то есть к высокому уровню роскоши, классным отношениям, без духовности. Ни в коем случае, да. Но. И не зная системы денег, правил денег, и как работает вот эта вот машина, тоже невозможно прийти к деньгам. То есть ты просто духовный, да, ты просто пытаешься, я же знаю магию, я же изучала магию, я же делала ритуалы. Очень плотно. Ну, светлые, но я где в итоге? Я здесь. Меня вы... То есть у меня была цель, я хотела денег. Меня вынудила жизнь соединить. Я раньше тоже бегала в духовность, желание загадаю, чек изобилия напишу, карту желаний составлю. Вот так мне говорил мир. Он говорил, ты хочешь материю, а материю ты пытаешься, умница моя, через духовность познать. Какая ты логичная. Ну, это ж нелогично, правда? Ты пытаешься познать материю только через духовность. Чего-то не складывается. А просто через материальность, да, но там маленькие деньги. То есть если просто через материю идти, ну, работа ради работы. А когда соединяется духовность, то есть миссия, я для мира что-то делал, да, то есть любимое дело, то мир тебе готов щедро платить за любимое дело, потому что ты духовность в него отдаёшь, да, любовь свою. В общем, друзья, ссылочка на безоплатный мастер-класс трёхдневный от Яны Эдельштейн. Для тех, кто хочет войти в этот полуторагодовой период, классно и выстроить свою жизнь самым наилучшим, наиприятнейшим образом, потому что вся материя, она пластичная, гибкая, и она подстраивается под ваши истинные желания, как бы изнутрично это ни звучало. Ну и, наверное, мне кажется, что самое глупое, что мы можем совершить, это просто пропустить то время, когда материя будет соединяться с духовностью, и это как раз то самое окно, да, когда ты такой... И самое главное, что ты идёшь туда налегке, потому что Амир-то идёт туда этими тенденциями. То есть когда вот эта вот история была, когда биткоин в 2008 году появился, тогда было время по циклам астрологическим заходить туда. И тот, кто зашёл, он сейчас миллиардер. А потом было время, когда только начали соцсети развиваться, и по циклам тоже астрологическим это совпадало, было время заходить в соцсети. И тот, кто зашёл, налегке это сделал, он сейчас, у него там миллионы, миллиарды аудиторий. И он имеет деньги, всё, да, и так далее. И вот сейчас, когда система будет со сложных денег, максимально вот так её прям будет сложную систему денег, вот так будет ломать, все, потому что мы обсуждали с тобой вначале, в хорошем смысле обсуждали, твёрдых предпринимателей, все они сейчас пытаются познать духовность. Ты мне говорила, вот ты была на тренинге, да, он же там преисполнялся, духовные штуки долго изучал, да. Все предприниматели, которые сложным путём, они понимают, что сейчас что-то не то. Я недавно была у интервьюера на другом канале, она всегда была бизнесовая женщина, она сейчас тоже пошла в духовность. Люди своего, которые уже находятся в своём предназначении, они уже это начинают чувствовать, и они заранее начинают туда идти. А тот, кто плохо себя чувствует, дожидается, когда ему под жопу начинают давать пинки. Поэтому мы с вами умные люди, мы с вами не дожидаемся таких вещей, и идём сейчас. И я тебя благодарю за этот предновогодний астрологический непрогноз. 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 Нет, действительно очень классно. Мне максимально приятно с тобой общаться. И я благодарю тебя. Спасибо. Благодарю вас, друзья, за то, что уделили время себе. С Новым годом! Хе-хе-хе! Хе-хе! gigs. Хе-хе!